Библейский портал экзегет.ру представляет 42-й псалом читаю в переводе российского библейского общества для библейского портала экзегет. Ну вот 41-й мы прочитали, это первый псалом во второй части Псалтирия, сколько цифр, да, и 42-й развивает тему, которая задана 41-м, я напомню, что это песнь оленя, стремящегося к потокам вод, и душа псалмопевца точно так же стремится к Богу, но не ощущает, что она напилась этими водами, не ощущает, что Господь с ней, да, наоборот, она ощущает себя какой-то оставленной, заброшенной, забытой, и 42-й развивает именно эту сторону 41-го псалма. Подзаголовка нет, но в каком-то смысле это продолжение 41-го, я напомню, что там был псалом сынов Короха, то есть какой-то группы священнослужителей, левитов, да, которые служат при храме, и здесь тоже явно храмовые служители это поют. Будь, Боже, моим судьей, рассудите ажбу мою от народа неправедного, от людей лживых и подлых, избавь меня. Ты, Бог мой, и сила моя, для чего ты оставил меня? Почему я поникший хожу, и меня оскорбляет враг? Пошли в свет твой и истину твою, пусть они поведут меня, приведут на святую гору твою и в жилище твое. Подойду я к жертвеннику Божьему, к Богу радости и веселья моего, под звуки арфы прославлю тебя, Боже, Бог мой. Что же ты унываешь, душа моя, и что ты печально? Уповай на Бога, я еще буду славить Его, Он мой Спаситель и Бог мой. Ну, собственно, если бы этот псалом присоединили к предыдущему, никто бы не заметил границы, да, потому что там есть уже этот рефрен, что же ты унываешь, душа моя, и что ты печально? Уповай на Бога, я еще буду славить Его, Он мой Спаситель и Бог мой. Три раза повторяется это в псалтире, в двух псалмах, в 41 и 42. Ну, потому что приходится иногда повторять самому себе самые важные мысли. И мы говорили уже в 41, и я повторю сейчас это еще раз, о чем вот это? О том, что молитва не есть способ добиться того, чего ты хочешь, хотя, да, она есть этот способ, но здесь молитва — это способ просто жить, да, вот в моменты отчаяния, в моменты, когда все не складывается, когда все совсем не так, как ты хочешь, что еще остается, кроме как уповать на Бога и славить Его? Да больше, в общем-то, нечего, да, и человек продолжает это делать. Но в 42, в отличие от 41, в псалтире же есть развитие, да, это было бы очень скучно читать 150 абсолютно одинаковых псалмов, да, где одно и то же говорится чуть-чуть разными словами. Здесь есть развитие, и 41 так слегка упоминает врагов, те, кто против, те, кто не понимает, они там где-то вот глубоко на периферии, а здесь прямо с них и начинается. Рассудите, аж бы мое, от народа неправедного, от людей живых и подлых избавь меня. Слушайте, как вот хорошо я его понимаю, вот этот неправедный народ, эти лживые, подлые люди вокруг меня, ну сколько можно терпеть вот этих ничтожных мелких людишек, да? Вот он Богу это говорит. Так нам кажется, горделиво говорит? Ну да. В псалтире очень честная книга. В ней нет вот таких вот, знаете, праведников из рассказов для младшей группы детского сада, где хороший мальчик и там хорошая девочка, скушали кашу, там послушали старших и все делали правильно. Здесь люди страстные, живые, потому что мы с вами страстные, живые. Вот сколько раз я в своей жизни испытывал ощущение, вот эти лживые, подлые люди, ну сколько можно их терпеть, Господи, накажи их уже. Но, я сказал, накажи, это была первая часть псалтирия. А во второй части псалтирия, он немножко успокаивается, наш псалмопевец, хотя, скорее всего, это не один человек, и здесь явно это не Давид, да? И даже подзаголовки не указывают на Давида, это не царь, это левит, священнослужитель, какой-то вот человек при храме. Сколько к нему приходят этих людей, как они его замучили, как они ему надогили, да? Вот эти лживые, подлые люди, которые хотят принести Богу жертву, а при этом ведут себя совершенно безобразно. И вот здесь он говорит, избавь меня от них. Он не говорит, накажи их. Ему уже не очень важно, чтобы справедливость была восстановлена в мировом масштабе. Ему важно, чтобы ему как-то с Богом было хорошо. Вот всё-таки какое-то развитие есть вот от этого немножко маниакального желания наказать всех плохих, которые в псалтири часто встречаются. Здесь идёт переход к желанию покоя, к желанию просто жить с Богом, чтобы тебе не мешали эти люди. Тоже мы скажем так вот горделиво, да, немножко по-фарисейски. Ну, такой человек, да, то есть здесь в псалтире есть молитва для любого состояния. Для состояния гнева, уныния, отчаяния, злобы, вражды, зависти. Это всё есть, да. Вот мы прячем себе эти чувства, мы скрываем их и стараемся даже Богу сказать, не-не, я не завидую, не гневаюсь, не осуждаю, хотя на самом деле и завидую, и гневаюсь, и осуждаюсь. Но это нормальное состояние падшего человека, да, привычное для него состояние. Вот есть молитва, которая позволяет ему в этом состоянии жить, да, не отрицая этого состояния, но принося его Богу. И здесь он говорит, пошли, свет твой, истина твоя, пусть они поведут меня, приведут на святую гору твою, в жилище твое. Сколько этих ничтожных, подлых и злых, лживых людишек в церкви, например, фу, как это гадко и некрасиво. Пусть свет твой, истина твоя поведут меня. Я не буду на них смотреть, да. Я не к ним туда прихожу, я к тебе прихожу. Подойду я к жертвеннику Божьему, к Богу радости и веселья моего. Под звуки арфы прославлю тебя, Боже, Бог мой. Вот он сам себе отвечает, да. Вот как он устал от этих людишек, и как можно, оказывается, не для людишек жить. И отсюда повтор вот этой мысли, что ты унываешь, душа моя, что ты печальна. «Уповай на Бога, я еще буду славить Его, Он мой спаситель и Бог мой». Это, собственно, и есть ответ на все это. Так, а, собственно, каковы твои основания надеяться, что Бог тебя спасет? Об этом 43-й. Субтитры создавал DimaTorzok